Здравствуйте, дорогие друзья! Рубрика Дачный сезон продолжает свою работу. Итак, сегодня 13 июля, середина месяца, и я нахожусь на грядке с тыквой и кабачками. Итак, какая ситуация у нас на грядке с тыквой и кабачками? Значит, наш кабачок, да, вот наше растение с кабачком, да, на котором завязался плод, да, я говорила, что растение увеличивается, кабачок увеличивается в размер, да, то есть вот появился, да, уже цветок завязался, то есть как бы, да, на самом плоде, вот, то есть это как бы такая отличительная, да, особенность этой культуры, да, других культур, что вот именно когда растение начинает плодоносить, да, то распускаются цветы, да, распускаются цветки, которые потом опыляют пчелки, вот, то есть вот такая как бы отличительная особенность вот именно культуры этой, да, кабачки, тыквы, да, да, у них распускаются цветки, которые опыляются пчелами впоследствии, вот, итак, наше, значит, первое растение, да, которое начало плодоносить, плод увеличивается в размерах, вот, значит, уже распустился цветок, да, потихонечку распускается, вот, значит, наше второе растение, да, и вот еще я заметила на третьем растении, да, тоже завязался плод, то есть три растения, да, у нас плодоносят, три растения, итак, я сейчас хочу показать, да, как выглядит вот этот именно кабачок, да, на котором распускается цветок, как он выглядит, то есть вот наш кабачок, да, который уже развивается, увеличивается в размерах, и, значит, мы видим, да, цветок, то есть он такого оранжевого цвета, этот цветок, да, красивого оранжевого цвета, вот, то есть цветок тоже увеличивается в размерах, вот, и через какое-то время, да, он распустится, он еще больше, да, увеличится, да, и он распустится впоследствии, вот, и потом, да, будут его опылять пчелки, то есть сам кабачок будет увеличиваться, и также будет увеличиваться сам цветок на этом плоде, вот, и впоследствии он распустится, то есть пока что он в таком закрученном, да, закрытом состоянии, вот, и вот вижу, что еще один плод завязался на этом растении, то есть, ну, видно, что это растение такое, оно плодоносящее, да, то есть на нем, как пустоцветы, да, есть также и плоды завязываются, вот, то есть оно такое плодоносящее, вот, то есть оно здесь такое, да, самое, среди всех, да, самое такое развитое, самое большое, самое хорошо, да, развивающееся, вот именно это растение, на этой грядке, то есть оно плодоносит, да, оно плодоносит, значит, дальше наше второе растение, да, ну, видно, что у него большие крупные листики, большие крупные листики, то есть оно само выглядит, да, таким большим, вот, большим таким, как-то здесь оно выглядит, таким хозяином, да, на этой грядке, вот, хозяином, то есть занимает такое оглавенствующее здесь положение, вот, именно это растение, среди всех остальных растений, то есть оно здесь самое красивое, самое красивое, такое раскидистое, большое, вот, еще дальше у нас второе растение, которое плодоносит, начинает, да, тоже на нем уже плод завязался, и еще один плод, маленький, да, в состоянии зародыша завязался, то есть здесь два плода, то есть это растение также плодоносящее, вот, оно по размерам не уступает, то есть оно такое же крупное, вот, ну, вот третье наше растение, да, которое тоже плодоносит, да, третье растение, то есть мы видим, что кабачок стал еще больше на этом растении, да, увеличивается в размерах, то есть тоже появился цветочек на конце, который также увеличивается в размерах, вот, значит, вот три растения. Вот, на момент, да, на 13 июля, на середину месяца, да, у нас вот такая ситуация, то есть три растения плодоносят, вот, то есть развиваются плоды, увеличиваются, вот, ну, остальные растения пока что еще, ну, в таком состоянии, да, они либо это пустоцветы, да, либо они еще в таком состоянии, да, неподоносящем, да, то есть состоянии такого развития, да, вот, то есть вот три самых таких зрелых ростка, растения, вот, вот на сегодняшний день, на 13 июля. Ну, как бы вот то, о чем сегодня я хотела с вами поговорить. На сегодня все. Всем желаю хорошей погоды и хорошего рожала.